Олины родители были художниками. Когда грянули сумасшедшие 90-е годы, они жили в Омске. Положение было бедственным. Людям было не до картин. Многие не знали даже, что будут завтра есть. Потому Олина детство прошло в постоянных переездах. Они соглашались на любое жилье, будь то переполненная коммуналка или старая мастерская знакомого художника. Все эти жилища слились в ее памяти в один нескончаемый поток. Запомнились лишь мелкие детали. Вроде пластмассового паучка на шторе или замысловатого узора обоев. Но одну картину Оля никак не могла забыть. Ей тогда было 4 года. Во всяком случае она точно помнила, что не доставала до раковины, когда надо было умыться. И мама ставила для нее табуретку. И каждый раз, неловко балансируя на этой табуретке, она старалась как можно быстрее покончить с умыванием и слезть вниз. Потому что под раковиной в деревянной стене была небольшая дыра. Нет, из-за ее не тянуло могильным холодом и не раздавались шорохи. Но находясь рядом с дырой, было неуютно и страшно. Сама не знаю почему, Оля была твердо уверена, что в дыре живут дети, те неродившиеся дети, место которых она заняла, появившись на свет. И они были очень сердиты на нее из-за этого. Шли годы. Олина семья еще много раз меняла квартиры, пока наконец дела не пошли на поправку. И они смогли позволить себе свое собственное жилье. Оля выросла. Та дыра в стене так и осталась для нее детским страхом, о котором и не вспомнишь лишний раз. Только изредка она дивилась тому, до чего причудливо бывает детское воображение. Окончив школу, она поступила в институт в Москве. Родители дали денег на первое время, пока она не найдет работу. И девушка отправилась в столицу. Найти съемную квартиру не составило особых проблем. В одиночестве, отпраздновав новоселье, Оля начала прибираться в своем новом доме. От прежних жильцов осталась целая гора ненужного хлама, и на уборку ушел не один час. Наконец, когда у двери взгромоздились три огромных пакета со старым барахлом, она вспомнила, что не проверила мусорное ведро. Как и во всех российских домах, находилось оно за дверью под раковиной. Так и есть. На дне ведра валялись засохшие апельсиновые корки и яичная скорлупа. Присев, чтобы вытащить из ведра пакет, Оля вздрогнула. За ведром была дыра, довольно крупная, чтобы смогла пролезть даже собака. Облупившаяся зеленая краска по краям и черный зев, выходящий непонятно куда. Первое, о чем подумала Оля, была крысиная нора. Она панически боялась крыс и мышей, и от осознания того, что рядом с ней могут оказаться эти твари, ее охватил нешуточный страх. В торопях опустошив ведро, она швырнула его обратно и захлопнула дверцу. Не совсем отдавая себе отчет в своих действиях, она схватила один из стульев на кухне и поставила его так, чтобы крыса не смогла открыть дверцу изнутри своим весом. Сейчас уже поздно, но завтра надо будет непременно позвонить хозяйке и спросить о дыре. По дороге к помойке Оля задумалась, куда могла везти эта дыра. Скорее всего, в подвал. Квартира ведь на первом этаже. От этой мысли ей не стало спокойнее, и только засыпая, она вспомнила ту квартиру в далеком Омске со страшной дырой в деревянной стене, в которой томились нерожденные дети. Ночью в пустоте квартиры эта история уже не казалась детской выдумкой. Ругая себя последними словами, Оля кое-как смогла успокоиться. Через несколько минут она заснула. Ей снился странный сон, будто она сидит в маленьком совершенно темном помещении. Вдруг сверху послышался скрип, и в темноте появилась пятнышко света, сначала тусклое, но потом усиливавшееся. Будто то, что закрывало свет, куда-то убрали, а затем, за миг до пробуждения, в этом пятне появилось лицо. Несмотря на яркий свет, Оля узнала в нем свои собственные черты. Открыв глаза, Оля не могла сообразить, что же не так. Сон, несомненно, напугал ее, но было чувство, будто проснулась она вовсе не от этого. Через мгновение она все поняла. Из кухни раздался стук. Не помня себя от страха, она сжала одеяло и прислушалась, боясь вдохнуть. Стук повторился, на этот раз еще сильнее, а затем послышался настоящий грохот. Кажется, упал стул. Оля подскочила, как ужаленная, и забралась с ногами на подоконник, кутаясь в тонкое одеяло. На кухне продолжали шуметь, и среди непонятных шорохов она различила тихие шлепки, будто топот маленьких босых ножек. Шлепки приближались, и Оле казалось, что она сейчас попросту потеряет сознание от ужаса. Она не могла даже пошевелить пальцем. Шажочки остановились у входа в Олену комнату, и в проеме показалась невысокая фигурка. Света фонарей во дворе было достаточно, чтобы разглядеть ее. На вид это был ребенок. Не больше полутора лет. Словно бы только выучившийся ходить. Однако никакой младенческой пухлости у него не было и в помине. Тощие грязное тельце и кажущаяся уродливая огромная голова, лишенная волос. Ребенок с глазами, как плошки, таращился на Олю и разевал широкий рот. Последним, что она запомнила, прежде чем потерять сознание, были его редкие, но длинные зубы. Очнулась Оля у себя на кровати. Стояла глубокая ночь. Подушка и простыня были насквозь мокрыми от пота. Только сон. Оля облегченно вздохнула, но страх не покидал ее. Завтра же, прямо с утра, нужно немедленно звонить хозяйке. Пусть она... Мысли ее прервал громкий стук и грохот падающего стула с кухни. Хош, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Мэму